Журналист и режиссёр находятся за границей, где то и дело поливает грязью Россию, распространяя ложь о стране. Сегодня стало известно, что Александру Невзорову вынесли приговор за фейки в адрес армии РФ. Дело 64-летнего иноагента Невзорова рассматривалось в Басманном суде Москве. Александра Глебовича приговорили к 8 годам колонии заочно, так как он находится не на территории РФ. Напомним, в мае прошлого года журналисты объявили в розыск. Сам он не скрывает, что проживает с женой в Израиле, откуда, по всей видимости, пока никуда не собирается уезжать. Дочь скандального журналиста Полина от первого брака, наоборот, выступает против позиции отца и занимает сторону России, о чём часто рассказывает в личном блоге. «Знаете, что непобедим русский наш народ?» — делится она в соцсетях. Басманный суд Москвы в среду заочно приговорил признанного иностранным агентом журналиста Александра Невзорова к 8 годам колонии за распространение фейков о вооружённых силах РФ, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. Назначить наказание в виде 8 лет колонии огласило решение судья Евгения Николаева. Накануне в ходе прений гособвинитель попросил назначить Невзорову 9 лет лишения свободы, а после выхода из колонии запретить 4 года администрировать интернет-ресурсы. Слушание проходили без обвиняемого и даже его адвоката, интересы Невзорова, представлял защитник по назначению. На заседании она неоднократно заявляла, что журналист взял информацию из других источников, и состава преступления в его действиях нет. По версии следствия, с 9 марта по 30 мая Невзоров за пределами России, выражая несогласие с проводимой Российской Федерацией, специальной военной операцией и действуя по мотивам политической ненависти, разместил в Instagram, Telegram и YouTube публикации и видеоролики. В них он опубликовал под видом достоверной ложную информацию об умышленном уничтожении российскими военнослужащими Родома номер 3 в Мариуполе и мирного населения в Буче, Киевской области Украины, которую ранее опровергала Минобороны РФ. Следствие считает Невзорова, скрывшимся от правосудия. В конце апреля журналисты объявили в международный розыск, хотя на 1 февраля в публичной базе разыскиваемых Интерполом людей его нет, а в мае Басманный суд выдал санкцию на его заочный арест. Вменяемая Невзорову, статья о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти, предусматривает от 5 до 10 лет заключения.